на момент когда выходит это видео гибралтар является замужской территории великобритании он занимает узкую полоску суши площадью меньше 7 квадратных километров маленький зубчик на юге перенейского полуострова по площади это как два центральных парка на манхэттене или две с половиной красных площади с кремлем при этом почти половину всей территории гибралтара занимает гибралтарская скала этот известняковый монолит высотой в 426 метров похожий на нос гигантского корабля врезавшегося в берег образовался в южский период около 200 миллионов лет назад в результате столкновения африканско-евразийской тектонических плит водный массив между континентами запертый навалившимися друг на друга плитами стал огромным озером и чуть не высох но атлантический океан постепенно пробил проход и затопил средиземноморье с тех пор скала представляет собой естественную крепость возвышающуюся над одноименным проливом отделяющим европу от африки эта возвышенность практически неприступна если кто-то засел там то его очень трудно оттуда выбить он может легко контролировать подходы к скале с суши и с моря с помощью небольшой пушечной батареи с другой стороны для тех кто обороняет скалу удерживать свои позиции тоже большая проблема потому что там нет пресной воды там нет еды и крепость очень легко отрезать от любых поставок снабжения разумеется все это было правдой только до изобретения самолетов и дальнобойных пушек то есть до начала 20 века на самом деле гордость гибралтара начала сдаваться под напором современных технологий еще в конце 19 и сейчас многие люди откровенно не понимают почему великобритания продолжает истерически держаться за гибралтар между прочим испания до сих пор не смирилась с тем что гибралтар ей не принадлежит испанцы до того доходят что границу между испании гибралтаром отказываются называть границей а называют забором по которому в настоящее время проходит взлетно-посадочная полоса гибралтарского аэропорта испания предпринимала несколько более менее дипломатических попыток вытурить британцев с гибралтара но британия упорно держится за этот крошечный клочок суши они все еще верят старую мудрость тот кто контролирует гибралтар контролирует выход средиземное море а тот кто контролирует выход средиземное море держит в руках торговлю всего цивилизованного мира на самом деле в течение значительного отрезка истории пролив гибралтар был так важен для мировой экономики что даже дальневосточным империям китая и японии было не все равно в чьих руках находится скала всего гибралтар осаждали 14 раз армии разных народов арабы берберы и испанцы французы и англичане голландцы иногда многонациональными компаниями у западного берега полуострова находится удобная бухта которая до сих пор используется для стоянки кораблей это единственное пригодное для высадки территория поскольку вся относительно плоская южная конечность полуострова не имеет пляжей и представляет собой 30 метровый обрыв а восточная сторона это фактически отвесная скалистая стена выше эйфелевой башни севера где гибралтар соединяется перешейком с континентом тоже довольно крутой обрыв волочь на которой пушки было тем еще развлечения но те кому удавалось затащить туда пушки могли легко обстреливать не только берег вокруг но и проходящие корабли но я забегаю вперед люди жили на полуострове с доисторических времен в 1848 году в карьере форбса на северной стороне скалы был откопом первоизвестный череп неандертальца поскольку на тот момент о происхождении видов еще не было известно то он был помечен как череп древнего человека умершего до всемирного потопа если бы этот череп был правильно датирован то весь этот вид назвали бы гибралтарцами они неандертальцами и похоже что неандертальцы жили на гибралтаре дольше чем во всех других регионах европы подтверждая историческое наблюдение что если кто-то поселился на скале то выкурить его оттуда не представляется возможным в древние времена гибралтар считался важным местом силы многими народами средиземноморья в тамошних пещерах нашли финикийскую керамику драгоценности египетских скоробеев оставленных там в качестве подношений богам видимо в надежде обеспечить безопасный проход через коварные воды гибралтарского пролива для греков и римлян гибралтарская скала и стоящая напротив ее на африканской стороне джебель муса в марокко были геркулесовыми столбами воротами где заканчивался известный мир и начиналось неведомое в русском языке выражение дойти до геркулесовых столпов означает дойти до предела или забраться в невероятную даль платон поместил за геркулесовыми столбами легендарную атлантиду хорошо известный вам знак доллара на самом деле изначально был знаком испанского песо и существует версия одна из нескольких что этот знак изображает не перечеркнутую букву с а два геркулесовых столпа две колонны соединенных лентой то есть это символ владычество испании над гибралтарским проливом но это владычество становится только тогда когда европейцы начнут решительно выбираться из средиземного моря в атлантический океан и гибралтар осознает свое настоящее стратегическое значение что произойдет не раньше средневековья в четвертом веке в европу с востока хлынули гунны что вызвало великое переселение народов огромные толпы людей разных национальностей начали метаться по европе основывая свои государства на развалинах бывшей римской империи некоторые из этих племен бежали от гуннов очень далеко к примеру вандалы родом из скандинавии пропашут через всю европу потом пересекут гибралтарский пролив и доберутся аж до северной африки где создадут свое королевство рядом с карфагеном правда ненадолго на иберийском полуострове вандалов вытеснят вестготы прибывшие сюда из долины дуная они создадут христианское королевство со столицей фталеда которая к восьмому веку погрузиться в гражданскую войну и похоже на то что одна из воевавших фракций позовет на помощь арабов к 681 году армия амиядского халифата выплеснулась из своей родной аравии и пустилась на завоевание ближнего востока и северной африки обращая местные народы в новую религию ислам берберы северной африки которых христиане называли маврами стали мусульманами гибралтарский пролив стал границей между мусульманской северной африкой и христианской испании и таким образом приобрел новое стратегическое значение в 710 году берберская армия под командованием тарика ибн зияда переправилась через пролив и высадилась где-то в окрестностях скалы которую с римских времен называли монскальпе скала была переименована в джебель тарик гору тарика название которой испанцы произносили джебралтар а мы говорим гибралтар за последовшие 10 лет мусульмане завоевали большую часть перенейского полуострова христианское визгодское королевство пала и появляется исламский аль андалуз с 8 по 12 век то что мы сейчас называем испании находилась под правлением сменяющих друг друга мусульманских и христианских династий причем христиане постепенно теснили мусульман на юг в конце концов кастильская корона схлестнется на самом юге полуострова с последними правителями мусульманских государств перенейского полуострова борьба за контроль над гибралтарским проливом является важной главой в истории реконкисты христианского завоевания испании в 1309 году произошла первая из 14 осад гибралтара в том году фердинанд 4 костильский и хайме 2 арагонский объединили свои силы для атаки на мусульманский эмират гранада в июле костильцы осадили гибралтар к этому времени он имел население около 1200 человек замок и элементарные укрепления их отрезали от ресурсов и защите гибралтара сдались через месяц тем не менее маврам удастся отбить гибралтар у христиан спустя 18 лет и гибралтар оставался в руках мавров которые укрепят его значительно и до 1462 года будут использовать в качестве базы для набегов на христианскую территорию что побудит графа энрике де гусмана снова осадить город в 1436 году эта попытка была блистательно провалена фактически мавры позволили костильцам высадиться на лодках на южной оконечности полуострова а после того как шлюпки вернулись кораблям христианский десант был уничтожен градом стрел с обрыва над их головами при попытке эвакуироваться морем гусман утонул его тело было найдено маврами обезглавлено и вывешено в плетеной корзине на стенах гибралтара в течение следующих 22 лет его потомки пытались вернуть останки энрике де гусмана что удалось сделать только после 8 осады гибралтара в 1462 году когда крепость наконец была отбита у мавров его сыном хуан 2 января 1492 года после пяти лет войны мавританский эмират в испании прекратил свое существование испанцы так раздухарились что после окончательной победы над маврами использовали гибралтар в качестве базы для налета на северную африку с тех пор испания находится на обеих берегах гибралтарского пролива и автономный испанский город милилия остается частью провинции малага несмотря на то что он находится на другом континенте в 1502 году королева изабелла первая дала гибралтару герб который используется до сих пор красный замок и золотой ключ ключ испании к средиземноморью королевский приказ сопровождающий дарование герба поручал всем будущим испанским монархам удерживать и держать указанный город для себя и в своем собственном владении и никакое отчуждение его или какой-либо его части никогда не будет проведено короной кастильи и испания до сих пор довольно серьезно относится к этим словам самой католической монархине а вообще конец мусульманского правления в испании значительно снизил стратегическую ценность полуострова и поначалу христианский гибралтар пришел сильный упадок жить в округе никто не хотел поскольку на полуострове практически нет воды и нет плодородных почв поэтому заключенным предлагали возможность отбывать наказание в гарнизоне гибралтара в качестве альтернативы тюрьмы но америка уже была открыта и международная морская торговля начнет развиваться с огромной скоростью и вскоре за гибралтар снова начнут драться теперь уже христиане между собой в сентябре 1540 года берберийские пираты те которые в будущем будут брать в плен придворного карлика хатсона воспользовались слабой обороной подзабытого испанской короны гибралтара совершив крупный набег в ходе которого сотни жителей были взяты в заложники или обращены в рабство проблема значительно усугубилась после 1606 года когда испания изгнала марийсков мусульман принявших христианство многие из изгоранных были эвакуированы в северную африку через гибралтар и в конечном итоге присоединились к пиратам и берберийские пираты начали совершать набеги вплоть до британских островов в 1620 году испанцы дали разрешение слегка удивленным и раздраженным набегами африканцев англичанам использовать порт гибралтар в качестве базы для операций против берберийских пиратов и с тех пор английские корабли из окрестностей гибралтара было не выкурить оливер кромвельс вожделение мечтала гибралтаре в 1655 году если бы мы его захватили и укрепили разве не приносило бы это одновременно пользу нашей торговли и не раздражало бы испанцев и все правители британии после него начинают крепко задумываться о гибралтаре в ноябре 1700 года король карл второй испанский опрометчиво умер бездетным в принципе он оставил завещание делавшие его наследником принца филиппа анжуйского внука действующего французского короля людовика 14 франция была за но вся остальная европа была против никто не хотел видеть францию и испанию в руках у одной семьи англия нидерланды австрия португалия савойя и некоторые германские государства предложили на испанский трон экс-герцога карла австрийского из династии габсбургов начинается война за испанское наследство про которую вы уже кажется неоднократно от меня слышали но мы ни разу подробно не разбирали и сегодня не будет война велась на суше и на море главное наступление на суше велось в нидерландах герцогом мальборо в то время как военно-морские силы под командованием адмирала сэра джорджа рука гонялись за французскими и испанскими судами по атлантике в 1703 году мальборо разработал план согласно которому его войска должны были начать внезапные нападения на французов и их союзников в бассейне дуная в то время как адмирал рук проводил отвлекающую операцию средиземном море рук получил указание атаковать испанские прибрежные города при этом выбор цели был оставлен на его усмотрение угадайте что он выбрал к этому моменту гибралтарская крепость представляла собой четырехугольник неправильной формы восточная и южная стороны которого упирались гибралтарскую скалу западную в море а северная была прикрыта у песчаного перешейка бастионом гибралтар сильным гарнизоном был бы фактически не приступен но согласно разведданным войск там практически не было а проблемы с продовольствием были очень большие рук решает атаковать гибралтар его ждет вторая после арабов великая осада гибралтара 12 по общему счету но великая 2 то есть в начале англичанам удалось сравнительно легко захватить город им понадобилось фактически четыре дня и испанцы сдались и объединенные силы англичан голландцев и австрийцев заняли крепость но 24 августа подтянулся французский флот и в начале сентября франко-испанская армия приступила к осаде которая продолжалась до мая почти 9 месяцев поскольку как я только что упомянула эта крепость с достаточным гарнизоном и получающее снабжение было фактически неприступно а французскому флоту так и не удалось установить полную блокаду война за испанское наследство окончилась 1713 году и по утревскому договору предусматривающему целый ряд территориальных обменов гибралтар отойдет великобритании в договоре между прочим оговаривалось что если британия когда-либо захочет избавиться от гибралтара она сначала должна будет предложить эту территорию испании запомните этот момент потому что он всплывет спустя 300 лет интересно что несмотря на то что гибралтар окажется исключительно важен британии в будущем поначалу он рассматривался скорее как миновой объект 7 раз между 1713 и 1728 годами британское правительство предлагала испании обменять гибралтар на что-нибудь другое но каждый раз испанские предложения не казались достаточно привлекательными весь 18 век испания и британия припираются по поводу гибралтара испания считала и считает до сих пор что британия быстро нарушила условия утрехского мира они расширили укрепление крепости позволили жить на гибралтаре евреем и мавром и смотрели сквозь пальцы на разгул контрабанды начавшийся через гавань в 1729 испания построила линию укреплений через верхнюю часть полуострова отрезав гибралтар от материка фактически вынудив его стать экономически независимым морским портом и несмотря на все проблемы гибралтар постепенно превращался в ну цветущим его не назовешь но оживленный город с интернациональным населением включавшим себя британцев генуэзцев евреев испанцев и португальцев при этом гарнизон города сходил с ума от скуки пришлось даже выставить охрану чтобы солдаты не дезертировали с риском для жизни спускаясь по веревкам по отвесному обрыву как саркастически описывал в своем дневнике один из служащих здесь нечего делать и нет никаких новостей все замерло в ожидании и только безобидные развлечения выпивка танцы пирушки блуд игры и прочий невинный разврат помогают скоротать время честно говоря по моему личному мнению садом и гамора не были в половину такими порочными нечестивыми как этот достойный город и гарнизон гибралтара наконец вся эта сонная скука закончится величайшая и последний на данный момент осады гибралтара 1779 года 1776 американские колонии решили сделать британии ручкой и делиться самостоятельное государство сша испания решила что это хорошее время чтобы попытаться отжать у британии гибралтар начнется осада которая продолжалась с 24 июня 1779 года по 7 февраля 1783 это три года 7 месяцев и 12 дней и она останется одной из самых длительных непрерывных осад в истории объединенный испанский французский флот блокировал гибралтар с моря но британским кораблям удавалось прорывать блокаду три года крепость упорно отражала все атаки и даже совершала храбрые вылазки героизм и упорство защитников предали гибралтару нечто на вроде культового статуса в глазах соотечественников и после того как осада была наконец снята продавать или обменять гибралтар для британского правительства было уже немыслимо по морально идеологическим причинам хотя король георг третий тихо выражал свое желание по возможности избавиться от гибралтара пока он не стал причиной еще одной войны после великой осады гражданское население гибралтара быстро росло город стал местом больших экономических возможностей потеря британии североамериканских колоний привела к тому что большая часть ее торговли была теперь перенаправлена на новые рынки в индии и ост-индии даже до того как был построен советский канал предпочтительный путь на восток пролегал через египет и гибралтар был прямо по дороге это значительно увеличило его роль международной торговли во время войн против наполеоновской франции гибралтар был база английского флота там адмирал нельсон поджидал адмирала вильнёва сбежавшего из блокады в америку когда тот вернулся нельсон заставил его принять битву при трафальгаре в которой нельсон был убит а вильнёв взят в плен 28 октября 1805 года сильно поврежденный флагман англичан вернулся в гибралтар с телом нельсона на борту посетив гибралтар в середине 19 века английский писатель ричард форд написал в своем справочнике для путешественников по испании в этом доме на пол пути между европой азии и африкой царит пестрый маскарад где каждый человек появляется в своей национальной одежде и говорить на своем родном языке здесь столкнулись цивилизация и вооружство скала как и алжир является убежищем для нищих негодяев и пристанищем для людей всех национальностей чья иммиграция стала благом и для их родных стран вся торговля полуострова кажется сконцентрирована в этом микрокосме где встречаются все вероисповедания и нации и большинство из них приверженцы одной великой игры раздари своего соседа несмотря на улучшения сделаны в начале веком условия жизни в гибралтаре все еще были ужасными более 15 тысяч человек теснились в небольшом форте за стенами хотя там и была канализация нехватка воды делала ее практически бесполезной летом периодически город опустошали эпидемии желтой лихорадки и холеры тем не менее в 1830 годах число жителей родившихся на гибралтаре начало превышать число приезжих преимущественно это происходило потому что нехватка жилья и то что город в общем-то оставался военной крепостью вынудили правительство принять закон по которому ни один ребенок от родителей иностранцев не имел права родиться на гибралтаре ни один иностранец не мог получить право проживания там и только урожденные жители гибралтара и служащие британской короны имели право проживать в городе сейчас правило уже конечно не те но около 80 процентов людей живущих гибралтаре коренные гибралтарцы они имеют специальный британский паспорт они граждане великобритании и жители гибралтара экономическое значение гибралтара начнет меняться после изобретения пароходов пароходы были независимы от ветров ходили дальше парусников и могли нести больше груза перевалка грузов то есть перегрузка с одного корабля на другой которая ранее была основу основой экономики порта гибралтар была в значительной степени заменена гораздо менее прибыльной работой по обеспечению заходящих пароходов углем и продовольствием экономическое значение гибралтара неуклонно падала всю вторую половину 19 века к началу 20 будущее гибралтара было под серьезным сомнением его военная ценность тоже все больше уменьшалась новые дальнобойные орудия стреляющие фугасными снарядами могли легко достичь гибралтар через залив или из глубины континента в то время как появление торпед означало что корабли стоящие на якоре заливе тоже уже не были неуязвимы однако во время первой и второй мировых войн гибралтар снова доказал свою важность и полезность британский контроль за проливом серьезно мешал немецкому военному флоту а во время второй мировой войны гибралтар сыграл важнейшую роль в борьбе против немецких подводных лодок после окончания войны снова был поднят на повестку дня вопрос об отношении гибралтара с испанией нейтральная зона между испании гибралтаром которая первоначально была просто полосой песка шириной около километра это расстояние пушечного выстрела в 1704 году была превращена в годы войны в британский аэропорт испания считала что британцы совершенно распоясались в 1946 году организация объединенных наций начала программу деколонизации великобритания в принципе готова была отпустить гибралтар наряду с другими своими колониями но внезапно вспомнили что гибралтар находится в особом положении в утрехском договоре от 1713 года написано что если британия когда-либо откажется от контроля над гибралтаром она должна передать его испании они просто отпустить вас ваясь и испания была обрадовалась но гибралтарцы организовали референдум в сентябре 1967 года на котором почти единодушно проголосовали за то чтобы остаться с британией испания возмутилась и начала принимать меры правила пересечения границы с гибралтаром постепенно ужесточались и в конце концов в 1969 году граница была полностью закрыта и перерезаны телекоммуникации еще раз повторю весь гибралтар площадью с крупное село люди не жили нам 300 лет заперти масса людей ежедневно ходила через границу туда и сюда в испанию назад у людей были дома родственники работа на другой стороне все эти контакты были одномоментно оборваны самым печальным зрелищем было видеть людей за проволочными ограждениями по обе стороны границы кричащих во весь голос через широкое разделительное пространство чтобы узнать о состоянии родственников поскольку телефонная связь была прервана испанцами люди держали свои ради приемники настроенными на ближайшие испанские станции чтобы узнать новости о членах семьи которые были тяжело больны в критических случаях они ехали в испанию через танжер но к сожалению иногда больной уже был похоронен к тому времени когда они добирались граница будет открыта только через 18 лет феврале 1985 все эти меры разумеется не улучшили отношения жителей гибралтара к испанскому правительству в 2002 году был проведен еще один референдум где гибралтарцам предложили чтобы территория была под двойным управлением великобритании испании и это предложение тоже было решительно отклонено и гибралтар остается самоуправляемой британской территории собственным правительством и законами наверное вы не можете уговорить людей стать частью вашей жизни или страны давлением или террором вы только воспитаете в них больше непокорство и свободолюбие на этом у меня сегодня все не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео я выпускаю новые роли каждую неделю поэтому подписывайтесь на мой канал дальше будет реклама моих других проектов спасибо вам за внимание и всего доброго друзья мои если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности касающиеся истории культуры и особенно истории без культуре то вы можете подписаться на мой блог на бусти или патреоне эти два блога абсолютно одинаковые я там пишу одно и то же просто бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами а патреон принимает разные международные кредитные карточки и на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками это на первом уровне подписки а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео кроме того если вам не нравится вся эта реклама которую в вашей стране вставляет в мои видео youtube это еще одна причина подписаться на блоги потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше чем на youtube это для тех кто к субботе конкретно соскучился еще один немаловажный ништяк для подписчиков это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги ссылку на онлайновый магазин где вы можете их купить я кстати тоже размещу внизу в описании и последнее но не по важности причина подписаться на мой блог вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам на сегодня у меня все всего вам доброго и до скорых встреч до новых встреч до новых встреч